Мир никогда не будет прежним, ведь даже мерседесовское подразделение AMG отказывается от чисто бензиновой тяги, презентуя гибридную силовую установку e-performance. Спереди расположены 4-литровый битурбомотор и 9-ступенчатый автомат, у которого вместо гидротрансформатора стоит мокрое сцепление. А сзади добавлен электрический модуль, составленный из 200-сильного мотора, 2-ступенчатой трансмиссии и электронноуправляемого дифференциала. Тем интереснее, что инженеры вдруг сохранили карданную передачу. В чисто электрическом режиме кардан передает крутящий момент от электромотора на передние колеса. Пиковая отдача такой системы составит более 600 кВт и 1000 Нм, а оборудованная ей машина сможет разогнаться до сотни менее чем за 3 секунды. Для более компактных моделей предусмотрена замена мотора V8 2-литровой четверкой, что дополнено электрическим наддувом. Отдача бензинового движка должна достигать 450 сил, а с учетом заднего электрического модуля установка выдаст под 650 лошадей. Многосерийные премьеры новых моделей начинают утомлять. Вот, например, Мерседес выбросил очередную порцию подробностей об электрическом флагмане EQS. Так, лифтбэк оказался обладателем самого низкого коэффициента аэродинамического сопротивления среди серийных машин. Добиться показателя на уровне 0,2 удалось благодаря гладкому днищу, утопленным ручкам и другим ухищрениям. Также немцы поспешили опубликовать характеристики двух модификаций – одно и двухмоторный. У обеих дальность хода составит около 800 км, так как полноприводному варианту полагается более емкая батарея. Остальные подробности последуют на следующей неделе, когда пройдет полноценное представление флагмана. Китайцы тоже переняли новомодную традицию поэтапных дебютов. Так, марка Джили сначала показала внешность, а сейчас рассекретила характеристики большого семиместного кроссовера KX11, который по формату похож на Hyundai Santa Fe. Под его капотом будет вольвовская двухлитровая турбо-четверка. Притом для старшей по мощности версии, а всего их заявлено две, приготовлены полный привод и классический автомат, вместо переднеприводной трансмиссии и преселективного робота. В Китае большой Джили появится летом, а после некоторой паузы модель привезут и в Россию, где китайская марка становится все более и более популярной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова